Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Оплати налоги и спи спокойно. Рязанцы должны оплатить имущественные налоги не позднее 1 декабря. Вирус надвигается. Городские власти призывают рязанцев к вакцинации. Начнем с очень любопытной информации. Сразу несколько СМИ региона сегодня опубликовали новость о том, что в Сараевском районе за браконьерство с силовиками якобы были задержаны двое рязанских чиновников. По данным интернет-издания, это были недавно назначенные вице-губернатор Михаил Семенов и руководитель управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олег Наумов. Как будто бы они причастны к незаконному убийству лося на 300 килограммов. Однако сегодня Михаил Семенов провел заседание правительства. Олег Наумов тоже был на работе. А следственный комитет выступил с опровержением информации о задержании. О том, что некий инцидент возле деревни Борец в Сараевском районе все-таки был, заявил сегодня и один из авторитетных телеграм-каналов ВЧК ОГПУ. В сообщении говорится, что в группе ВИП-охотников было семь человек. Лося действительно кто-то убил. Выстрелы напугали местных жителей. Они и вызвали правоохранителей. И теперь вроде как намерены жаловаться президенту. Основной повесткой дня является вакцинация против коронавирусной инфекции. В Администрации города ведется активная информационно-разъяснительная работа в этом направлении. Об этом говорили в Рязанской администрации на санитарно-противоэпидемической комиссии. Ситуация с ковидом в области, по данным регионального Минздрава, все хуже. И это несмотря на то, что почти 300 тысяч человек уже сделали прививку против коронавируса. Вакцина в регионе достаточно, порядка 100 тысяч доз. Но это пока не спасает. Ситуация с ковидом в Рязанской области все тревожнее. Больных в тяжелой форме все больше. Рост заразившихся уже минимизировал весь запас свободных коек в стационарах. И это уже не звоночек. Самое время бить в набат. На сегодняшний день у нас развернуто 1635 коек. Из них занято уже 1563. Пациенты действительно тяжелые. Пациенты, сразу скажу, 98% в среднем в медорганизациях, 95% до 99%, ну и в среднем 98% всех тех, кто попадает в стационары в отделении реанимации. И кислородные койки – это пациенты, которые не прошли вакцинацию. Основной контингент заболевших – это даже не область, а непосредственно Рязань. Специальных лекарств для борьбы с коронавирусом, запаса ингибиторов и генноинженерных препаратов в области осталось совсем немного. Это следствие самолечения, которое врачи не приемлют. Говоря о нем, Владимир Хаменец был немного рисковат. Видимо, накипело. Вот это вот лечение, которое испокон веков было, только там температура, кашель, сопли, да мы там антибиотики попьем и все будет хорошо. Сейчас новая фишка стала модной с этим ковидом – это гормоны. А в итоге на ранних стадиях, неизвестно еще ковида или не ковида, мы принимаем антибиотики и гормоны, а в итоге потом пациента получаем в реанимации абсолютно резистентного к любому виду лечения. Потому что он уже все, что можно, сожрал, и ему ничего, и конские дозы гормонов, и антибиотиков в стационарах не получаем. В итоге реанимация, ИВЛ и все. По словам министра здравоохранения, тянуть до последнего на самолечении почти всегда фатально. Лучше все-таки поступить проще. Вакцинация – самый быстрый и эффективный путь остановить разрушение своего организма. Коронавирус, мало того, что он вызывает тяжелые формы заболевания, он с тяжелым течением, он и вызывает системное поражение организма. То есть это не просто поражение респираторных и верхних дыхательных путей, поражаются и сердечно-сосудистые, и нервная система организма. И последствия, они длительные. То есть организм длительно восстанавливается от контакта с коронавирусом. Никаких послаблений в регионе не будет. По-прежнему носим маски, по-прежнему массово прививаемся. Каждые полгода. Это рекомендации врачей. До тех пор, пока в стране не снимут статус пандемия. Максим Васильев, телекомпания «Город». Депутат Госдумы от Рязанской области Дмитрий Хубезов возглавил комитет по охране здоровья. Об этом сообщила пресс-служба Нижней палаты. Решение было озвучено на первом пленарном заседании 8-го созыва Госдумы. И вот его комментарий. Добрый день, уважаемые друзья. Хочу поделиться с вами своими эмоциями. Сегодня, наверное, один из самых важных дней в моей жизни. Случилось несколько событий. Во-первых, сегодня состоялось первое заседание Государственной Думы нового 8-го созыва. Второе. Именно на этом заседании меня выбрали председателем комитета по охране здоровья. Огромная ответственность. Я это четко осознаю. Что касается меня, то для меня именно комитет по охране здоровья – самый важный комитет. Особенно сейчас, когда продолжается пандемия, и ситуация и в целом по стране, и в нашем регионе в частности, очень серьезна. Ну и, конечно, третье, самое яркое событие за сегодняшний день – встреча с нашим президентом, лидером Владимиром Владимировичем Путином. В своем обращении он еще раз подчеркнул, что приоритетной задачей государства и правительства в целом, и, конечно же, Госдумы, является сохранение жизни и здоровья наших граждан. Особенно это важно сейчас, в период пандемии. Поэтому такой вот сегодня день, уважаемые друзья. Еще раз хочу поблагодарить всех своих коллег за доверие. Ну и, конечно, вас, дорогие рязанцы, дорогие избиратели, за то доверие, которое вы мне оказали, постараюсь вас не подвести. О плате имущественный налог за 2020 год. Такая кампания стартовала в УФНС региона. Пока что ведомства рассылают уведомления с напоминаниями, если проигнорируешь штраф. Подробности у Валерия Седова. Транспортный, земельный и налог на имущество физических лиц нужно уплатить до 1 декабря. Письма с таким напоминанием приходят налогоплательщикам в их почтовый ящик. Тем, у кого есть личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, уведомления приходят не в письменном, а в электронном виде. Налоговыми органами Рязанской области было сформировано более 556 тысяч налоговых уведомлений в этом году. Больше трети из них, 175 тысяч, соответственно, было направлено в электронном виде пользователям личного кабинета физического лица. Остальные налоговые уведомления, это более 382 тысяч, были направлены, соответственно, через почту России. Общее количество объектов налогообложения в 2020 году также возросло. Например, земельных участков у тех же физлиц стало почти на 3 тысячи больше, транспорта на 2 тысячи. Прирост начисленной суммы невысокий, тому причина дополнительной меры поддержки предпринимателей. Да и льготы физлицам тоже предоставляются. Налоговые льготы и налоговые ставки по имущественным налогам для физических лиц устанавливаются нормативными правовыми актами различного уровня – федерального, регионального или муниципального. Если говорить о транспортном налоге, то льготы предоставляются на территории Рязанской области на основании закона Рязанской области о налоговых льготах. Порядок исчисления имущественных налогов прежний. Он рассчитан по так называемой прямой формуле, при этом понижающий коэффициент не применяется. Уплатить налоги можно многими способами. Удобнее всего это сделать с помощью QR-кода или с помощью так называемого УИНа, 20-значного номера, который также содержит в уведомлении, при помощи терминала Сбербанка России, либо через сервис Сбербанка Сбербанк Онлайн. Также это можно сделать в электронном виде с помощью сервиса Федеральной налоговой службы, через личный кабинет налогоплательщика, либо при помощи специального сервиса уплаты налогов и пошли. Если остались вопросы, то можно зайти на сайт ФНС. Там есть промо-страница, которая так и называется – «Налоговое уведомление 2021». Здесь разъяснение по всем различным ситуациям, что такое это налоговое уведомление, как его получить и исполнить, что делать, если его не прислали и многое другое. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В связи с участившимися обращениями жителей Турлатова о случаях загрязнения атмосферного воздуха, Министерство природопользования Рязанской области проинформировало о результатах мониторинга. Несколько дней местные жители ощущали удушающий смог с химическим запахом, который не рассеивался. После множества обращений неравнодушных рязанцев 11 октября Минприрода направила передвижную экологическую лабораторию для отбора и анализа проб воздуха на мониторинговую точку в Турлатово, где ранее фиксировались превышения по сероводороду и диоксиду серы. В результате в обеденное время 11 октября предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено. Параллельный мониторинг газоанализаторам ГАНГ также показал, что результаты замеров соответствуют гигиеническим нормативам. Отметим, что по данным Рязанского гидрометцентра в период с 6 по 8 октября в Рязани наблюдались неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, поэтому превышения вредных веществ и были зафиксированы. Вместе с тем Минприрода продолжает круглосуточный мониторинг атмосферного воздуха в Рязани через стационарные посты в Дашково-Песочне, в Конищево и в районе Рязанского Кремля. Уже не первый день в лесопарке работает выставка под названием «Там на неведомых дорожках». Все работы выполнены в разных стилях. Их рисовали юные художники от 6 до 15 лет. Валерий Седов продолжит. Наша путеводная тропинка начинается именно здесь, в лесу загадочном, где нас встретит волшебный зверь, который будет нашим добрым проводником в остальных путешествиях. Ну и чтобы попасть в сказку, нам нужно самим перевоплотиться волшебного героя. Вот здесь вы видите и сказочных царевн, и сказочных богатырей, и вообще других сказочных персонажей. Каждой важной точке путешествия от леса к морю, от сказки к реальным культурам других стран посвящен отдельный стенд. Всего их 18. Выполнены они разными техниками. Гуашь, акварель, ботик, керамика. В создании каждого этапа сказочного мира принимали участие мальчишки и девчонки от 6 до 15 лет. Мы хотим показать, что мир не настолько прост. У мира есть изнанка, у мира есть другие ракурсы, другие стороны. И рисуем мы так. Мы все время как бы рисуем, как дети говорят, по-своему. Немножко по-другому, чтобы и взрослый зритель увидел, может быть, вместе с нами этот мир немножко более сказочный. Потому что чудеса на самом деле, ну вот они повсюду, только оглянись. Выставка «Там на неведомых дорожках» – это уникальная возможность для детей поговорить о мире и о самих себе, рассказывает Людмила Пронкина. Тема выбрана с одной стороны простая – сказочные путешествия. От привычного мира в страну чудес, через новые культуры, в которых художники никогда не бывали. В новые сказочные, можно даже сказать, магические места. Руководитель детской студии вовсе говорит, что это попытка по-детски поговорить о взрослом. А получилось ли это, каждый может решить для себя сам. Выставка работает в лесопарке и располагается прямо на главной аллее. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Более подробно с событиями нашего региона вы можете ознакомиться на сайте город62.tv. Я с вами прощаюсь. До встречи.